Максимум, что скажется есть, начни прыгать собрался. На поляна фигня ехал. Да я знаю. У нас там своя есть поляна. Лаганахи. Ты когда к нам приедешь? Вот это да. Еще не верили нам. Пусть теперь смотрят все. Офигеть. Такой гигантский. Всем привет, друзья, подписчики и зрители. Сегодня пойдет очень интересный разбор всего. И объектов, и вооружения, и странные, и необычные дела. Сегодня пойдет, друзья, очень интересный момент, о котором вы даже не представляете, что будет происходить. Но для начала не поторопитесь, поставьте лайк, потому что дальше будет очень интересно и очень захватывающе. В общем, как ни крути, все это, друзья, было спланировано. Вся необычная дилемма, о котором пойдет речь, секретные материалы и тайные вооружения, происходит на земле. Кто-то утверждает, что это разработки военных, а именно людей, которые называются себя подполковниками. Они, соответствующими событиями, создают новые технологии. И это уже точно не скрыть. Конечно, множество, друзья, событий, которые на самом деле происходят, они происходят именно здесь, на земле. На военной базе или где-то на подобии. И тут, друзья, происходит очень интересная дилемма, о котором вы даже не знаете. Множество событий, которые готовятся именно люди принять, это больше похоже на вторжение НЛО. Представляете? Я первый раз услышал от нескольких интересных ученых, как на нашу планету летят неопознанные летающие объекты. И здесь происходит очень интересная дилемма. Посмотрите на эти кадры. Это, друзья, уже Россия, Кавказ. 2024 год, вы не поверите. Но было заснято в горах нечто похожее. Вы спросите, здесь листья желтые и так далее. Да, друзья, все это происходило прямо на глазах у множества, множества туристов, которые увидели в небе яркий свет и вспышку. После нескольких событий стали происходить очень странные дела. И как раз, друзья, вы не поверите, эти необычные дела и есть инопланетные корабли. Но вы спросите меня, почему я говорю именно про разработки? А ведь может это, друзья, и правда разработки. Я, может, я ошибаюсь, но давайте все-таки будем считать, что это все-таки инопланетный корабль, который завис в небе. Как утверждают множество военных структур, разрабатывают, создают очень секретные вооружения. Их, друзья, никто не называет. Они очень секретные. И если их начнут исследовать другие страны, то представьте, что произойдет. Ведь вся необходимая ситуация, которая сейчас происходит, это только дилемма, о котором вам никто не скажет. Мы просто начнем паниковать, бежать и так далее. Но вот что самое интересное. Не так давно на одном очень интересном снимке был замечен неопознанный летающий объект. Этот неопознанный летающий объект напал на корабль. Посмотрите эти уникальные кадры. Оранжевого цвета, как солнце. Кстати, все люди, наверное, так и подумали, что это второе солнце. Ведь он отличался тем, что он двигался. И там какой-то кораблик или яхта или парусник, я не знаю, был похищен неопознанным летающим объектом. Как все это происходило? Как писал очень интересный очевидец, он видел своими глазами от А до Я. Он рассказал, что необычное солнце начало спускаться очень быстро на землю. А именно, около берегу. После этого этот неопознанный объект полетел в сторону корабля. И после этого он как будто поглотил этот корабль и все. Как говорят другие данные, что этот неопознанный летающий объект просто-напросто спалил этот весь корабль. Я не знаю, правда это или нет, но могут, друзья, быть и такие необычные ситуации, о котором вам точно никто не скажет. Есть множество событий, которые и правда пугают. Вот меня лично точно это пугает. Потому что события, которые на самом деле происходят, это не первый случай, который уже был атакован НЛО именно военным кораблем. Ведь есть множество доказательств того, что люди просто не хотят принимать близко к сердцу. Ведь эти события, эти события, друзья, просто-напросто обманывают нас все. Появляются необычные порталы, появляются технологии, которые мы даже не знаем. Ведь все это, друзья, спланирована ситуация, которая происходит прямо на земле. Как вы думаете, что на самом деле происходит с нашей планетой? И кто за этим стоит? Ведь множество людей даже не представляет, что они видят, что они слышат и что их ждет. Ведь необычные порталы по всему свету открываются, и это уже не скрыть. Очень много людей даже не признают ситуацию тех моментов, о котором идет речь. И ведь те события, которые на самом деле, друзья, происходят, они начинают появляться на земле. Ведь люди, которые понимают прекрасно, что будет происходить дальше, они не хотят и не будут создавать себе нормальную позицию. Ведь все это наполняет ужас, страх и одиночество. Люди должны понять, что они не одни на земле. Но вы спросите меня, почему тогда политики, президенты и другие, можно сказать, лидеры страны начинают понимать о том, что происходит? Ведь все это, друзья, происходит уже. Люди не могут дать оценки того, что на самом деле уже происходит. Ведь люди даже не понимают, что уже происходит на земле. Скорее всего, лидеры всей страны знают, они знают, что происходит. Ибо то, что происходит на земле, они хотят скрыть от всех людей. Ведь масштаб событий уже и правда очень огромный. И то, что теперь происходит именно с нашей планеты, все виноваты не НЛО, а люди. Знаете почему? Да потому что каждый человек пытается на этом нажиться. Кто-то считает, что это просто для бизнеса, а кто-то считает для удовольствия. Ведь события таких интересных моментов уже происходят на глазах. Посмотрите, землетрясения, наводнения, цунами, катастрофа, эпидемия, вирус, чума и так далее. Ведь это все на земле было. А ведь как это могло произойти, если люди не способны это, друзья, даже создать? Понимаете? Я понимаю, что множество из вас, друзья, людей даже хотят понимать, что это все-таки неправда. Но на самом деле это, друзья, ужас, который уже не остановить. Ведь масштаб времени людей, которые создавали, загрязняли и уничтожали планету, начинают происходить именно с ними. Ведь этот ужас необычной огромной стелы, необычной структуры оружия, которые происходят, их не остановить. И масштаб людей, которые прекрасно понимают, что происходит, и ужас, который наступает именно с природы, ученые и другие люди, которые знают правду, просто скрывают. Я не хочу вас пугать, друзья, я не хочу сказать, что это не так. Ведь вы можете сами это все увидеть. Турция, Марокко, Россия, Китай, Индонезия и другие страны. Ведь это все, друзья, не останавливается, а все усиливается. И как ни крути, люди, которые занимались этими событиями, пытаются сейчас остановить. Они пытаются нас предупредить. Но никто, никто не хочет останавливать. Подумайте сами, прежде всего, друзья, что происходит. А потом то, что произошло и то, что теперь происходит. Кто за этим стоит? Не НЛО, как все думают, а люди, которые не могут себя изменить в хорошую сторону. Жадность, тщеславие, обман и так далее. Все это, друзья, людей меняет. Кто заступает на то, что называется песня Д